Пару лет назад о таких объявлениях со стороны банков даже подумать было страшно, а что теперь? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин почти достиг тени этой свечи нашу поставленную несколько дней назад цель, высоту этого треугольника. В сегодняшнем видео я покажу вам, почему я ожидаю следующего крупного движения уже сегодня или завтра. Я расскажу вам о конкретных целях движения цены биткоина и почему он больше никогда не будет стоить меньше 6000 долларов. Это видео точно не захотят пропустить все, у кого есть биткоин или кто только собирается его покупать. Если вы думаете покупать биткоин или нет, я покажу вам некоторые данные, которые показывают, что происходит за кулисами. Также я расскажу вам мнение эксперта и покажу несколько очень крутых новостей, которые хорошие для биткоина. И в конце видео мы обсудим большое предупреждение банка Goldman Sachs о том, что доллар США вот-вот может потерять статус мировой резервной валюты. Это очень большие новости, о которых даже подумать было страшно 3 года назад. Поэтому вам нужно удобно сесть и досмотреть это видео до конца, а также не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Меня это очень мотивирует и греет душу. И мы начинаем. Это часовой график биткоина. Здесь мы видим параболическое движение, которое на самом деле для меня не было неожиданным. Спасибо большое всем за позитивные комментарии и сообщения, которые вы мне присылаете. Я читаю их, когда завтракаю, и они действительно греют мне душу. И мне очень приятно, что кто-то смог заработать деньги. Сейчас биткоин рисует симметричный треугольник. Объемы падают, что означает приближение очередного прорыва цены. Если посмотреть по таймингу, то выход из этого треугольника будет сегодня в 19.00. Надеюсь, я успею смонтировать и опубликовать это видео раньше. Так что прорыв цены биткоина сегодня очень даже возможен. Вверх или вниз? Об этом еще поговорим. Что интересно, если прорыв будет вверх, то цена биткоина закроет 7 гэп на 11700 долларов, который остался не закрытым еще с прошлого года. Я думаю, биткоин может вырасти и выше 11700 долларов после такого прорыва. Ведь он пробил многолетнюю линию сопротивления, которая тянется с 2017 года. Что тоже является глобальным большим событием для биткоина. В прошлые разы обычно люди удивлялись тому, на что способен биткоин, а сегодня, похоже, они вообще об этом забыли. Я лично не удивлюсь уже ничему. Но если вы хотите словить это пробитие, пожалуйста, не будьте слишком жадными. Лучше быть поосторожнее. В целом, шанс на пробитие вверх, учитывая классический теханализ и то, что эта фигура является продолжением сильного тренда, очень высок. Пробитие вниз тоже вполне вероятно, но хорошая новость в том, что даже если это случится, биткоин все равно останется выше 10 тысяч долларов. А именно на уровне 10 тысяч 450 или 10 тысяч 500 долларов. Этот уровень несколько месяцев подряд был сильным сопротивлением, а теперь, похоже, становится уровнем поддержки. Вполне может повториться сценарий серебра, которая за несколько часов резко обрушилась на 15% после стремительного взлета. Но сейчас оно восстанавливается. Боб Лукас показал этот график биткоина, где одна свеча равняется 3 месяца. Как мы видим, биткоин уже в третий раз повторяет один и тот же паттерн. Судя по предыдущим, мы уже совсем рядом с преодолением старого исторического пика. Люди очень часто спрашивают меня, когда это случится. Мне очень приятно, что многие из вас сумели заработать на этом прорыве биткоина, о котором я предупреждал несколько дней назад. Хотя я предполагал, что цена поднимется чуть выше 11,5 тысяч. Но это было достаточно близко. Это недельный график биткоина. Если накинуть сетку Фибоначчи, мы видим, что даже прошлый пик в июне-июле 2019-го эта сетка предсказала. Она также показала все эти вершины вот здесь. И даже сейчас она предсказала вершину цены биткоина после недавнего рывка. Поэтому, если прорыв из сегодняшнего треугольника окажется удачным, следующая ценовая цель это 13 260 долларов. После чего будет откат до 11 350 и снова поход вверх. Это сценарий, который основывается на сетке Фибоначчи. Я думаю, не будет нереалистичным сказать, что мы достигнем отметок старого исторического пика уже в конце этого года. Напишите свои мысли об этом в комментариях. Думаете ли вы, что под конец этого года биткоин достигнет нового исторического пика? Вот что сказал Боб Лукас по этому поводу. Консолидация после большого движения в рамках сильного тренда в основном приводит к продолжению этого движения. Все эти ребята, которые ждут 2000 долларов, будут покупать за 20 000. Прежде чем я покажу вам умопотрясающие фундаменталы, я хочу осветить несколько очень хороших новостей. ESPN Global объявила о запуске игровой платформы, которая позволит вносить и снимать деньги с помощью биткоина и других криптовалют. Лично для меня это очень позитивная новость для биткоина. ESPN это очень большая, огромная аудитория в сотни миллионов зрителей. Я нашел официальный пресс-релиз ESPN, который это подтверждает. В нем написано, что eSports Network недавно интегрировала онлайн-игры с блокчейном. Это уникальная игровая революция, основанная на блокчейне, в которой вы можете выиграть деньги в битвах и на турнирах. Платформа находится на этапе подготовки к запуску, а позже позволит игрокам использовать биткоины и другие криптовалюты для внесения на депозит и снятия с депозита. Это был официальный текст. Директор ESPN Global Крис Паркер сказал, Согласно исследованию, проведенному EA Limited, глобальной консалтинговой группой по стратегическому управлению, киберспорту и онлайн-играм, глобальная игровая индустрия с оборотом в 140 миллиардов долларов в основном управляется экономикой цифровых микротранзакций, которая, как мы полагаем, извлечет огромную пользу из технологий блокчейн. Кроме этого, ребята, компания планирует запустить свой собственный токен SGT на основе эфириума, а airdrop которого будет проводиться среди зарегистрированных игроков. Интересно будет узнать, на какой бирже они запустят свой токен, но как минимум биткоин и токены RC20 они интегрируют, и то, что у них огромная многомиллионная аудитория, как минимум, означает распространение принятия биткоина пользователями по всему миру. Теперь я хочу поговорить с вами о том, что называется Realized Cap. Когда-то давно я уже об этом говорил. Realized Cap – это метрика, которая означает стоимость всех монет в обращении, учитывая крайнюю цену на рынке. Другими словами, это приблизительная сумма, которую весь рынок заплатил за свои монеты. На графике это оранжевая линия, синий обозначен график цены биткоина. И прямо сейчас Realized Cap – это 5917 долларов. Как же цена биткоина взаимодействует с этой метрикой? Как вы помните от Боба Лукаса, биткоин живет четырехлетними циклами. В каждом цикле случался период, когда цена биткоина падала ниже Realized Cap. Так формировалось дно цикла. После этого цена биткоина поднималась выше Realized Cap, тестировала его, и затем уже никогда не возвращалась ниже этих отметок снова. Судя по этой метрике, биткоин больше не вернется ниже 5900 долларов. Давайте разберем все циклы. Первый цикл – это было дно. Затем цена выросла выше Realized Cap, долго тестировала его, и после больше никогда не падала ниже этих цен. Второй цикл – это было дно. Затем цена выросла выше Realized Cap, долго тестировала его, и после уже никогда не падала ниже этих отметок. И, наконец, актуальный цикл, в котором мы находимся прямо сейчас. Вот было дно, затем цена пробила его, затем был ретест в марте, и теперь цена снова выше Realized Cap. Исходя из логики предыдущих циклов, ниже 5900 долларов цена биткоина больше никогда не упадет. Да, она может подойти максимально близко к этим отметкам, но не ниже. Теперь я хочу показать вам взрыв майнерской активности, которая после халвинга немного просела, но теперь очевидно, что цена биткоина позволяет возвращаться тем, кто отключил свои фермы. Как мы видим, 25 июля 2020 года хешрейт биткоина достиг исторического пика. Это очень позитивные новости. Количество новых адресов биткоина также растет и находится на одних из самых высоких уровней за всю историю. Кроме, конечно, 2017 и 2018, когда был исторический пик. Это тоже очень позитивный сигнал. Также я прошу вас обратить внимание на этот график. Черная линия – это цена биткоина, а оранжевое количество биткоинов на балансе бирж. Как вы видите, несмотря на крайний скачок цены биткоина, количество депозитов на биржах не сильно растет. Остается стабильным на уровне 14,5% от всей циркуляции монет биткоина. Более того, депозиты биткоинов на основных биржах с апреля значительно упали и находятся на уровнях мая 2019. Что говорит нам о том, что все больше людей предпочитают хранить биткоины на своих кошельках, а не на бирже. Значит, и желания продавать свои монеты у таких людей нет. Даже несмотря на преодоление биткоином отметки в 11 тысяч долларов. Это информация от Arkan Research. Судя по вот этому хвостику, очень немногие сейчас готовы продавать свои биткоины. И это тоже хорошая новость. И наконец, ребята, огромное предупреждение от Goldman Sachs. Это очень громкая новость и вы просто обязаны ее не пропустить. Пару лет назад кто бы мог вообще подумать о том, что банки будут такое говорить. Goldman Sachs предупреждает. Доллар США рискует потерять статус мировой резервной валюты. Золото и биткоин взрываются. Инвестиционный банк настроен позитивно к золоту, ведь опасается, что правительство обесценивает свои валюты, а реальные процентные ставки падают к историческим минимумам. Цитата. Появляются реальные опасения по поводу долговечности доллара США в качестве резервной валюты. Кроме золота, Goldman Sachs назвал биткоин активом тихой гавани. Аналитики банка даже сказали, что криптовалюты должны обязательно присутствовать в портфеле. Еще одна цитата. Криптовалюты могут уникальным образом хеджировать еще невиданную среду, что влечет за собой одновременную потерю доверия к национальной валюте. Ребята, как вы видите, мир меняется и очень быстро, и мне не хватает одного видео в день, чтобы это рассказать. Пару лет назад о таких объявлениях со стороны банков даже подумать было страшно. А что теперь? И в заключение, я хочу напомнить, почему мы с вами все еще здесь. Мы здесь не ради торговли, не ради краткосрочных сделок. Мы здесь, чтобы держать биткоин надолгую, бесконечное количество лет, как средство хеджирования инфляции, как средство хеджирования противобесценивающихся фиатных валют. Мы здесь, чтобы повлиять на развитие будущего финансовой системы. Монетарная система на грани коллапса. Посмотрите на это. Сегодня, в июле 2020-го, национальный долг США составляет 123% от ВВП. Вспомните, что было в таких условиях с Японией. Потерянное десятилетие. Когда ФРС хотя бы немного поднимет процентные ставки, она даже не сможет погашать свои долги. И если США выглядит как последний боец на этом поле, то уже не как богатырь. Этот богатырь истекает кровью. Учитывая прогнозы, что ВВП может обвалиться на 20-30%, мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Однако, если у вас есть биткоин, золото или серебро, вы уже в некоторой степени повысили свою защиту от коллапса монетарной системы. А меня зовут Богатейщий Ди. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Мы идем к 80 тысячам подписчиков. Очень хочется кнопку серебряную. Серебро у меня уже есть, а вот кнопки серебряной нет. Поэтому делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok